Мы можем уйти на шанс. Что ты планируешь сделать, сделай это сейчас! Но самое смешное то, что в США премьера фильма состоится только сегодня. Такой вот незамысловатый график получился. Страна-создатель фильма увидит фильм одной из самых последних. Ну да не об этом. Итак, долгожданная игровая экранизация Warcraft. Начну, пожалуй, с того, что со вселенной игры я почти не знаком. В свое время я играл в Warcraft 3 Rage of Chaos и не одну сотню часов провел в Warcraft 3 Frost the Throne. Frost the Throne была моя первая игра на моем первом компьютере и я все еще помню то незабываемое чувство, когда я с Сеги и с Дэнди пересел за ПК и запустил Warcraft. На протяжении нескольких лет я играл только в него. Но на этом мое знакомство со вселенной и закончилось. Новых частей больше не выходило, а ММО и РПГ я вообще терпеть не могу. Обхожу этот жанр стороной и настолько его ненавижу, что даже эпичные трейлеры к World of Warcraft я почти не смотрел. А учитывая тот факт, что последний раз я запускал Warcraft более 10 лет назад, кроме коронных фразочек о вселенной Warcraft я не помню ничего. Так что мое мнение все-таки относится к той категории зрителей, которые сидя в зале недоумевали от того, какие фразочки порой произносили фанаты серии. О, да это же тот самый, помнишь его? А это вон тот, блин, вообще жесть. О, как круто, это же он. Вы понимаете, о чем говорят все эти люди? Я нет. В общем, фанаты вселенной удовлетворены по полной программе. А вот критикам фильм вообще не зашел. Ну, критики они говноеды от природы, им лишь бы что-то обосрать. Читая негативные отзывы к фильму, каких только идиотов я там не встречал. Находятся даже такие, которые говнят фильм только потому, что там мало юмора. Как будто он на комедию с придящими шутками пришел. Есть еще такие, которым мне понравилось то, что орки слишком реалистичные. Слишком, блять, реалистичные орки, Карл. Но лично я к критикам всегда относился как к дебилам. Ну, над настоящими дебилами сменяться нельзя, это же болезнь все-таки. А вот над такими поржать само удовольствие. К слову, таких хейтеров в игровой индустрии тоже до хрена. Так что, к сожалению, от них никуда не деться. Ну, а значительное большинство зрителей и обзорщиков в СИА Ютубе находят в фильме только один минус. Это слишком фанатский фильм. Настолько фанатский, что рядовому зрителю ничего не объясняют. Вот это вот так, потому что так должно быть. Все. С этим минусом я почти согласен, потому что лично я все понял. В тех рамках, в которых был показан фильм, для меня абсолютно все логично и понятно. И это с учетом того, что о вселенной игры я ничего не знаю. За весь фильм я не совсем понял только вот этого мага. Какая у него предыстория, как он связан с демонами, почему его так вштырило и откуда взялась скверна. Есть теория о том, что все это осталось в вырезанных 40 минутах фильма. Если это так, то я недоумеваю, почему трансформеры могут себе позволить хронометраж в 2.40, или тот же Хоббит с продолжительностью 3 часа, а Варкрафт больше двух часов не потянул. Хотя было что показывать. Во всем остальном, 10 из 10. А о подробностях фильма, я думаю, вы и так все знаете. Если вкратце, то орки используют скверную магию, уничтожают свой мир и отправляются в мир людей, чтобы уничтожить их мир. Не все орки с этим согласны, начинаются конфликты, и в гуще всех этих событий, Альянс воюет с Ордой. Сюжет хороший, повествования отличные, актеры отличные, орки 10 из 10, визуальная составляющая шедеврально, экшен шикарен, все супер. А вид камеры в некоторых сценах сможет даже вызвать скупую слезу ностальгии. После просмотра такого фильма, теперь нам нужно только ждать продолжения. Продолжение точно будет, в этом можно даже не сомневаться. Фильм соберет огромную кассу. Тут скорее подойдет вопрос, когда будет продолжение. Съемки этого фильма начались еще в январе 2014, и длились почти 200 дней. А вот уже создание орков, и других визуальных эффектов, длилось полтора года. Сейчас о продолжении нет никакой информации, и даже если его начнут снимать уже в следующем году, то раньше 2019 или 2020, фильм ждать точно не стоит. Так что запасаемся терпением, и ждем. Подведем итоги. Могу ли я назвать Варкрафт, лучшей игровой экранизацией? Да, несомненно. Но лично я видел хорошие игровые экранизации и раньше. К примеру, Принц Персии. Как по мне, отличный фильм. Дум. Я до сих пор не понимаю, почему его так хейтят, ведь его можно было полюбить только за эпичную экшн-сцену от первого лица. В те времена, это было прям вау. Также неплохой экранизацией, я считаю, прошлогоднего Хитмена. Фильм далеко не идеал, но вот игровая атмосфера там на высшем уровне. Фирменное оружие, приемы, реплики, и многое другое. Если бы из фильма убрали ту самую раздражающую бабу, то было бы вообще супер. Сейчас многие в интернете шутят о том, когда же наконец выйдет идеальный фильм по играм, который понравится абсолютно всем. Для меня таких фильмов уже много, и сейчас я больше жду того момента, когда же наконец игровые экранизации станут на уровень комиксных. И их будет много, они будут выходить часто, и ими можно будет брать и обмазываться. Пока что на этот путь стали только Ubisoft, и запустили в производство целую пачку игровых экранизаций. В ближайшие годы стоит ожидать Ghost Recon, Splinter Cell, Watch Dogs, Assassin, и уже вроде бы подтвердили, что в экранизации The Division главную роль сыграет Джейк Джилленхол. Ну а на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и оставляйте комментарии со своими впечатлениями от фильма, да и вообще о игровых экранизациях в целом. Всем удачи, и пока! За моего отца! На нас напали! Орда победит! За честь! За честь и отвагу! Удар молнии! Жалкие людишки уничтожены! Жизнь Занерзула!